Уважаемые телезрители, здравствуйте! В эфире программа Барды онлайн. Программа о людях и песнях, которые строить и жить помогают. Телефон студии 325 05 25. Меня зовут Елена Гудкова. Новый год к нам мчится, скоро все случится. Так поется в одной модной песенке. Ну, насчет того, что вот все случится, я не знаю. Но об одном могу сказать. 25 декабря состоится такой итоговый концерт. Новогодняя вечеринка Бардовская в зале Тартуга в клубе Арктика. В этой вечеринке примут участие авторы-исполнители Барды, которые были здесь в студии в течение года. То есть это мероприятие называется Бардачок 2008. У вас есть уникальная возможность увидеть всех этих исполнителей в одном концерте. Поэтому присоединяйтесь к нашей теплой Бардовской новогодней кампании 25 декабря. Клуб Арктика, начало 19.00. Все подробности вы можете узнать на сайте gudkova.spb.ru Ну, а сейчас я представляю с удовольствием своего замечательного гостя. У меня других гостей, честно скажу, не бывает. Только замечательные люди, удивительные авторы. И сегодня, я думаю, что мы с вами проведем замечательную программу. Это автор-исполнитель Юрий Белов. Здравствуйте, Юрий. Добрый день, здравствуйте. Очень-очень рада вам, правда. Значит, и вопрос такой вот, для затравки. Я все время в начале, так может быть, он вам покажется странным. Но вы филолог. Я филолог, да. А как филолог стал доктором философии? А это очень просто, потому что я защищал докторскую в Англии, в Дармском университете, а там PHD, это доктор философии, это все гуманитарные науки. А, то есть и филология туда входит? Да, филология, литератроведение, лингвистика, история, все такие вещи. Все поняла. Все поняла. Тогда песня. Есть. Вечер пуст в октябре, снова город в непогоде. И внизу во дворе мокрый кот уныло бродит, лень идти в магазин. А кафе давно закрыто, где я пел с тобой про ночной прибой тот плюс. ПЕСНЯ Два часа в красный шелк, ночь скокетливо одета. Я такой цвет нашел на полотнах тинторетто, мне о нем рассказал газовщик из жил конторы. Он пришел с трубой, чтоб сыграть со мной тот плюс. Пять уже от проблем всех мужчин щеглов спасает на седьмом этаже. Пылесос майор включает. Пылесос майор включает, он с дежурства пришел, и ему так одиноко. Пусть поет со мной про ночной прибой тот плюс. Я смотрю на восход, у ларьков царит веселье. Там крестовый поход умирающих с похмелья. Как им всем хорошо будет через три минуты. Пусть споют со мной про ночной прибой тот плюс. Воздух чист, дождь уснул, утро город мой встречает. Ставлю диск про акул, пусть Козловский нам вещает. А потом в Эрмитаж, там в разлив в буфете пиво. И поет Кобзон, черный сняв шиньон тот плюс. Программа Барда онлайн в эфире. Телефон студии 325 05 25. Звоните, задавайте вопросы. Если вам есть что сказать, говорите. Мы ждем ваших звонков. У меня в гостях автор-исполнитель Юрий Белов. Юрий Белов, учитель. Я учитель, я преподаватель. Я преподаю и в школе, и в университете. И в школе, и в университете. Обратите внимание, как преподаватели у нас владеют инструментом, какие замечательные песни поют. Все бы учителя такими были, честно скажу. Наверное, наши бы дети учились замечательно и ходили в школу с удовольствием. Вы окончили педагогический институт, сейчас университет имени Гертина. Да, РГПУ сейчас. Это был осознанный ваш выбор в пойти в педагогический институт, или вы просто хотели получить образование филологическое? Ведь факультет такой престижный, иностранные языки. Наша микрорайонная школа была английская школа, 185-я английская. И там преподавали очень милые люди, и там был хороший язык. Поэтому я немало не думал, куда пойти. Пошел в Герценовский институт, и не жалею. Но именно из-за того, что вы хотели изучать языки, или стать преподавателем? Я не думал, честно говоря, о педагогической профессии в то время. Просто это были Битлз, и очень хорошо было знать английский язык. Такое было время. А вот в наших школах, ну, вы, наверное, знаете лучше меня, очень мало работают мужчин-учители. Ну, обычно это женские такие бригады преподавателей. Вот, на ваш взгляд, какая основная причина, почему мужчины не идут в учителя? Это финансовый вопрос, или все-таки считается, что воспитывать детей, ну, не мужское дело? Это абсолютно естественная вещь, потому что, если посмотреть на европейское образование, мы видим, что 76% школьных преподавателей практически везде женщины. Но бывают счастливые исключения, вот, например, в 56-й гимназии, где я имею честь работать, у нас очень много мужчин, у нас порядка 50 человек. Это приятное исключение из правил, но будем надеяться, ведь сегодня работа учителя мало-мальски хорошо оплачивается, и можно каким-то образом найти себе средства для существования, но дело даже не в этом. С моей точки зрения, мужчина иногда может сказать школьнику то, что не может сказать женщина, потому что есть такие вещи, о которых и мужчины скажут, отчетливее и понятнее. Это правда. И даже вот из своего опыта, ну, как вот в школе обычно там физрук, да, трудовик, военрук там... Иногда учителя физкультуры, да, 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 историк. Вот, историк, да, бывает физик, ну, вот мужчины, то есть на их же заглядываются, их обожают, и я, ну, не помню такого из своего школьного опыта, чтобы мужчины кричали, повышали голос, то есть в основном женщинам приходится как-то ставить на место, а мужчина как-то по-другому находит этот язык общий. Дело в том, что я ведь начинал как вузовский преподаватель и вообще не думал о карьере школьного учителя, но просто когда в 90-м году открылась 56-я гимназия, и позвонила Майя Пильдес и сказала, что давай-ка иди к нам работать, я сказал, да что ты, я там в школу, да никогда в жизни. А она сказала, ты не знаешь, что там работают. Когда она начала называть имена, там, Сергея Данилова, там, Александра Гейнса, да, значит, и я понял, что половина лауреатов Грушинского фестиваля в этой школе преподают. Надо идти. Да, и пошел, и не жалею. Там очень приятная атмосфера. Вообще, вы прекрасно понимаете, что если бы там было плохо, я бы там не работал. Ну да, а вообще попасть вот в школу 56-ю, вернее, в 56-ю гимназию, наверное, без приглашения, без ангажемента невозможно. Или вот так вот может быть учить? Я не занимаюсь кадровой политикой школы, я простой преподаватель, но я знаю, что вакантное место в школе бывает пусто-часто. Да? Да. Но, с другой стороны, у нас есть совершенно потрясающие молодые преподаватели. Вот, например, Анечка Ельская, жена Юры Ельского, которого вы приглашали в вашу студию. Да, да, да. Дефекты речи, великолепная группа. Она блестяще у нас ведет. И, несмотря на свою молодость прекрасную, яркую, она преподает в старших классах. А что она преподает? Она преподает английский язык. У нас 80 преподавателей английского языка в школе. Хорошо. Хорошо. Скрытую рекламу делает, да. Вы упомянули про Генца и Данилова и про то, что в школе много работает лауреатов Грушинского фестиваля. Нет какого-то уклона такого у вас в эту сторону? Детям не поете песни вы? Мы поем детям песни. Может быть, какой-то факультатив по классу гитары? У нас есть профессиональные преподаватели, которые занимаются классом гитары. Мы... Ну, я не говорю о Саше Генце, который блестяще владеет инструментом. Ну, вы тоже не скромничаете. Я просто засмотрелась. Ну, мы, в общем, дилетанты. Проблема не в этом. Проблема в том, что вот такое неформальное общение с старшеклассниками меня очень много дает. И в настоящем, и в будущем. Потому что я вижу, как многие к нам приходят и после пяти, и после шести, и после семи лет. И сейчас, вы знаете, через все порталы типа «Контакта» откапываем таких людей, которые говорят, вот, вы знаете, а мы поем. Мы поем. Это прекрасно. Поэтому бардовская песня, авторская песня жива. Очень хорошо. Я рада, что она жива. Телезрители наши тоже, я думаю. Я заметила у вас там такое упоминание про одиннадцатый Е-класс, который навсегда любимый. Он навсегда любимый, потому что, вы знаете, поскольку у меня нагрузка такая в институте, в университете еще есть, я редко беру классное руководство. Но вот так получилось, что я взял физико-математический класс. Это был совершенно фантастический класс. Там было двадцать два парня и шесть девчонок. И мне с трудом сейчас думается, что я в будущие пару лет возьму еще класс, потому что реминесценции счастливые настолько сильные, и я их настолько люблю, что мне не хочется, чтобы был какой-то осадок даже малейший в будущем. То есть это была единственная ваша классная руководство? Нет, не единственная, но самая лучшая. – Все понятно, разобралась. Так, и вот вы же заслуженный учитель России, это так? – Да, случилось так, да. – Вот с заслуженными артистами России я сидела зачастую рядом, но с заслуженным учителем России встречаюсь в первый раз. Вообще за какой подвиг вы совершили, скажите? Вот как это вообще даются такие звания? – Я скажу совершенно отчетливо, наверное, за работу, потому что я стараюсь работать честно, и я не боюсь сказать «я не знаю», потому что в английский языке такая штука, когда к тебе приходит одиннадцатиклассник и говорит, Юрий Валентинович, а вот там у Red Hot Chili Peppers есть вот такое слово, а я его не знаю. Ну, не знаю, да, что же делать, поэтому обучаем и учимся. – Поняла. Тогда песня с вас еще одна. У нас было двое старых бардов в ДК культуры Ильича. Мы пели про кавалергардов, с трудом гитары волоча. Мы избегали тем избитых, нам был неспослан редкий шанс, чтобы, оторвавшись от зенита, чтобы, оторвавшись от зенита, хоть кто-нибудь послушал нас. Мы пели глотки надрывая, как все здесь славно собрались в ДК культуры Первомая, в душе кляня злодейку жизнь, в душе мечтая о диване, о теплых вязаных носках. Но мы все пели про туманы, но мы все пели про туманы, Нас гнал вперед забвенье страх. И мы хрипели, стиснув зубы, как в той последней штыковой, В ДК забытого Цурюпы, хотя весь зал ушел домой. И нас со сцены гнали грозно, крутили пальцем усидин, Но нас унять уж было поздно, но нас унять уж было поздно. Мы шли вперед, как на Берлин, гнала судьба нас тропкой узкой, И забывая про склероз, в ДК соратницы Н. Крупской. Мы песни пели на износ, мы пели для пустого зала, И рвались струны у виска, лишь только б где-нибудь сказали, Хотя бы где-нибудь сказали, лишь только б где-нибудь сказали, Что помнят нас еще пока. Та-да-да-дам! Спасибо огромное! Замечательная песня. 325 05 25 Телефон Студии. Программа «Барды онлайн» в эфире. Программа об авторской песне. У меня в гостях автор-исполнитель Юрий Белов. И, раз уж затронули тему английского языка, И вы здесь непосредственно... Я сама... Я учила в школе французский. Comment allez-vous? Très mal. Вот. Я знаю, что вы тоже французский немножко учили. Но вот по-английски. Я сейчас занимаюсь английским, ну так вот чуть-чуть, да? Потому что, ну... Потому что невозможно сейчас без английского. Вы, понятно, вы шли, потому что Битлз пели на английском. А люди очень многие разговаривают во всем мире на английском. Вот скажите, мне посоветуйте, может быть, человеку, который хочет изучать английский язык. Потому что куча курсов, куча каких-то вот 25-х кадров, учебников продается. Вот если реально человек хочет выучить английский, то с чего ему начать, куда пойти и... Ну, начнем с того, что английский стал эсперанто. Это совершенно очевидно, потому что там великолепный австрийский филолог, там, Заларас Заменхоф, который изобрел эсперанто, он надеялся, что эсперанто заменит все языки и станет универсальным средством общения. Но Воленс-Ноленс этого не получилось. Поэтому, с моей точки зрения, современный английский язык, особенно для уцайдеров, особенно для людей, для которых он второй, он должен соответствовать четырем критериям. Он должен быть простым, инструментальным, как ключ на 13, чтобы можно было открыть все Жигули одним ключом. Он должен быть прагматическим, он должен быть доступным. И он должен быть современным. Потому что, к сожалению, в силу объективных причин страна была закрыта долгое время. И вы же понимаете, что есть такой анекдот, когда старая англичанка приезжает в Санкт-Петербург, в Ленинград еще тех пор. И прекрасный гид с великолепным владением английского языка. И она рассказывает о наших красотах, и о Танкваренге, о расстреле, о томадотомонии. И видит, что дама начинает плакать. И она подбегает к ней в автобусе и говорит, я что-то не так сделала. Она говорит, нет, милочка, все прекрасно, просто ваш английский напоминает мне мое раннее детство. Да, поэтому вот, да, нам нужно учиться говорить на современном английском языке. Но я переведу слова великолепного английского филолога Рендольфа Квирка. Значит, они похожи на слова еще одного нашего великого человека, учиться, учиться и учиться. Значит, английский язык, это есть нудное, кроподливое запоминание, повторение одного и того же, плюс немного нового. А вот 25-й кадр, прекрасный Илона Давыдова, прекрасный Денис Рунов, прекрасные погружения. Это то, что называется brushing up, это для подчистки. Да, поэтому хорошие курсы. Я не буду пиарить различные курсы английского языка. Вот, да. Но, знаете, сейчас есть вообще очень такая простая метода. Там взять девчонку-пятикурсницу из большого университета и заниматься с ней индивидуально. Они прекрасно все, великолепно говорят на английском языке, и это недорого. Хотя Дума сейчас делает закон о запрещении репетиторства, как и, значит, факта, но никто не запрещает дружески вам помогать изучать английский язык. Вот на английском и на русском, в частности, то есть наш соотечественник Набоков, да, и вами любимый, и нами любимый всеми писатель, Владимир Набоков, он писал и на английском, и на русском. Причем некоторые вещи, в частности, свое произведение там «Лолита», он писал на английском, потом переводил на русский. Для меня вообще такие вещи непостижимые. Но, в частности, он говорил о том, что и английский, и русский язык – это два великих языка, то есть он очень любил этот и другой язык, хотя они совершенно разные, но мне об этом судить сложно, потому что я не владею английским. Вот вас хочу спросить, вот в чем же прелесть английского языка такая, да, вот вы внутри языка уже находитесь, мне кажется, и за что его так любят в мире? Ну, сначала я хочу сказать, что лучше бы Владимир Набоков все-таки написал «Лолиту», на русском, потому что английский вариант не прошел Нобелевскую премию. Да? Да, вот там считается, что немножечко вот слишком было рискованно для того времени писать такой роман, хотя сегодня он абсолютно, я бы сказал, совершенно чистейший и искренний. Если говорить о разнице, вы знаете, английский язык, он глагольный, он такой, не такой большой, он не такой прекрасный и могучий, как русский, там меньше входов, меньше слов. И поэтому очень многие чувства выражаются через идиомы, потому что мы славяноговорящие, мы там растекаемся мыслью по древу, там мы, прощаясь с гостями, там, одевая туфли и говорим, ой, вы знаете, так вот прекрасно было у вас в гостях, извините, тепло и уютно, но надо идти, потому что завтра работа. Англичанин просто говорит, I am to go. Вот у него такая маленькая идиомочка, она выражает целую гамму понятий. Он короткий, и более того, он очень высокий. Вы заметите, как Павел Буре, например, говорит по-русски, он говорит, там, последний раз, когда я приехал в Москву, вся высокая синусоида, а у нас он немножечко ровненький. А с другой стороны, английский очень хорош для рок-музыки, потому что он короткий, вы попробуйте спеть слово девочка, а вот girl гораздо легче. Вообще же считается, что у каждого языка своя мелодика, и английский вот очень музыкальный язык, и когда переводят, ну, пытаются переводить англоязычные песни на русский, они, бывает, не звучат, ну, совершенно как-то. Это из-за того, что плохой перевод, или просто вот именно от того, что разнится как бы музыка языка? Я думаю, что здесь все в искусстве переводчика. Потому что, знаете, когда вы читаете Гаммлета в переводе Михаила Лозинского, великого, это совершенно один перевод, хотя вы понимаете, вы чувствуете Шекспира, а когда вы читаете Гаммлета в переводе Бориса Пастернака, великого русского писателя и поэта, вы понимаете, что это другое, потому что все-таки великие мира сего, те, которые переводят, они немножечко это прокачивают через свое собственное «я». Хотя должен сказать, что вот сегодня, когда я слушаю молодых и в рок-музыке, и в авторской песне, я с гордостью говорю, что я восхищаюсь. Я, да, у нас есть совершенно, опять же, не для пиара скажу, что очень много молодых исполнителей, у которых просто выдающиеся стихи. И я просто вот проникаюсь гордостью за то, что... Тогда надо бы назвать эти имена, мне кажется. Ну, например, Женечка Шахнович. Да, хорошо. Вот, там, Аня Марусенко. Я понимаю, и женщины очень активно идут в это дело, потому что раньше же все эти дети, кухня, семья, нас это все забивало, а сегодня мы видим вот такой ренессанс немножечко хорошей культовой авторской песни. Хотя никто же не знает, что это такое. Ну, да. Здесь вот в этой студии, признаюсь вам, спорим каждый раз, и единого мнения нет, настолько... Знаете, я, наверное, хочу ответить на этот вопрос не своими словами, а словами великого английского рок-музыканта Фила Коллинза из группы Genesis и потом соло играющего. Его спросили, Фил, а какая разница между поп-музыкой и рок-музыкой? И он сказал, ну, очень простая. Рок-музыкант играет то, что хочет, а поп-музыкант играет то, что хотят. Вот, с моей точки зрения, авторская песня в ее лучших ипостасях это то, что автор поет в первую очередь для себя и то, что хочет. Вот не на потребу. Потому что заказные песни на десятилетия там управления наладочных работ 239 это уже не авторская песня, это хорошее ремесло. Хотя Пушкин, ну, не внушился. Ну, да, 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 да. Так, и еще вот такой вопрос касаемо все-таки английского, да. Ваши любимые англоязычные группы музыкальные и, может быть, литература? Ой, это очень... У нас такая короткая программа. Да, да. Значит, ну, знаете, как говорят, есть Битлз, есть все остальное. Но я вообще человек такой всеядный, я с огромным удовольствием слушаю все, начиная от Rolling Stones и кончая там Red Hot Chili Pepper, начиная от Эрика Клаптона и кончая такими очень странными американскими группами, как Fairport Convention, которая вдруг приехала к нам в Санкт-Петербург на гастроли, хотя это просто вот такая вот узкая элита. А если говорить о литературе, тоже очень большой выбор от Джеймса Джойса, от Улиса до Чехова, я обожаю совершенно Антона Павловича Чехова и Степь. Я очень люблю Максима Горького, что нетипично. Сегодня я очень люблю жизнь Клима Сангина, я обожаю Набокова, его комментарии к Евгению Онигину, я пнин, там великолепные вещи. Конечно, это Иосиф Бродский, я люблю Венецию точно так же, как он. И горжусь этим. Спасибо. Большое. Песня тогда. Как-то не приснился ночью, сейчас я помню точно старый магазин. С мамой мы туда ходили, к ужину купили с дырочками сыр. Ах, как хочется время назад повернуть, чтоб пройти еще раз точно так же весь путь, точно так же весь путь. Осенью мне потом приснилась, утренняя сырость, дождь на мостовой. Оконам, мокрые барокко, кончились уроки, я бьешь домой, И мне не хочется время назад повернуть, Чтоб пройти еще раз, точно так же весь путь Точно так же весь путь Сонным золотом и конным Звезды на погоны, деньги на покой Это мне, увы, не сонится Улетела птица, я уже другой Ах, как хочется время назад повернуть Чтоб пройти еще раз, точно так же весь путь Точно так же весь путь 325 05 25, телефон студии Вы смотрите программу Бардо онлайн Программа об авторской песне О людях, которые пишут хорошие и замечательные песни У меня в гостях автор-исполнитель Юрий Белов Заслуженный учитель России Вот так вот я скажу еще и это Ваше музыкальное образование? Как у всех ребят из питерских коммуналок 6 классов музыкальной школы По классу фортепиано Я вообще клавишник Вы клавишник А вот с гитарой отношения сами выстраивали? Или кто-то помог? Нет, никто никогда не помогал Все это было самообразование У нас в 8 классе пришел такой парень Сергей Маковеев Совершенно потрясающий парень Он был так на порядок Во всех отношениях умнее, сильнее, интеллигентнее Нас, хотя мы тоже были ничего, ребятки И он увлекался битлз И вот мы тогда в 185 школе Нас шефами были КГБ Потому что мы рядом находились И я тогда впервые увидел настоящие хорошие гитары Потому что у ребят из комитета У них классная была аппаратура Они даже давали нам поиграть Это электрогитары? Это были электрогитары И вот тогда мы организовали первый ансамбль А уже потом, в 1969 году Я играл в различных таких мастеровых питерских рок-группах И с Володей Рикшаном в Санкт-Петербурге И с Сашей Тараненко в Славянах И своя группа у меня была У меня была такая англоязычная группа So So Пока мы на пятом курсе не спели песню Он с нами Иисус Христос И he is with us lucky man Jesus Нет, нас не закрыли У нас был очень хороший декан Он нас вызвал и сказал Мужики, вообще я с пятого курса тоже могу Да, поэтому срочно У нас был конкурс политической песни в Герцена Срочно пишут вот что-нибудь такое Вот взвейся да развейся Как писали в определенном романе И мы написали, кстати, очень хорошую песню Руки Виктора Хара Потому что это был 73-й И Чили И такая Первое место Да У нас была такая награда Очень красивый радиоприемник Альпинист Мы его сдали в комиссионной На Вапраксин дворе И поделили с Тимой Александровым Моим денежки Да, это было очень кстати Стипендия была 28 рублей В то время Да, да, да А вот группа Санкт-Петербург Она когда появилась вообще? Потому что я-то с ней познакомилась уже Знаете, когда на клавишах там ставил Виктор Дробыш Помнится, сейчас уже известный такой композитор-музыкант Там много, кстати, музыкантов таких ныне известных Поигрывало Потом была песня Ну это уже вот буквально там какие годы И самое известное «Очарованно-околдованно» Они пели вот так вот Нет, мы никогда не пели «Очарованно-околдованно» Вот репертуар того времени Нет, репертуар того времени Эта группа вообще родоначальником и фронтменом этой группы Был Владимир Рюкшин Да, это и да И, так сказать, первые составы Они чрезвычайно менялись Потому что, понимаете Тогда очень четко стоял водораздел Я тоже, на самом деле, думал Мне вот остаться в рок-музыке Или закончить институт А, вы хотели продолжить Да, потому что, да Ну просто не профессионал Просто продолжать активно играть в рок-музыку Но выбор был очень жесткий Потому что вот Володя Рюкшин Он еще и блестящий спортсмен же Ему удалось вот закончить институт И стать писателем великолепным И сейчас он продолжает активно свою творческую деятельность Но я пришел тогда, когда просто Клавишник Миша Марский уехал В места не то и не столь отделенные А я играл в группе славяне Да, и мы как бы с ними У нас был такой творческий союз Мы с ними играли на джемах Ну вообще это было очень интересное время Как пишет Володя Рюкшин В книге «Кайф» Что, в общем, любой волосатый человек на Невску Мог тебя обнять Потому что круг был очень узкий Но вот волос нет, а пристрастия остались А репертуар какой был? Вернее, даже, знаете, по стилю По стилю музыкальному Это старый добрый... Вообще, Санкт-Петербург играл ритм и блюз Это был такой старый добрый мейнстрим рок Похожий на Роллинг Стоун Или Роллинг Стоун были на нас Похожи, я не знаю, потому что да Это была совершенно фантастическая музыка И это была одна из первых рок-групп, которая пела на русском языке И умно пела И вот сейчас, когда Володя Рюкшин активно выступает на сцене Он иногда перепевает старые песни оттуда И это просто великолепно Вообще, играть рок было довольно рискованное дело Ну, наверное Я не могу сказать про эти годы, но после-то это уже было модно То есть получается, что вот этот бренд просто Санкт-Петербург дальше уже... Он потом его использовали многие рок-группы Понятно, поняла, поняла Так, о чем хотела спросить Вот ваши записи, ваши альбомы Дары Донайцев, Выходной Есть три из пяти, да? Вообще их четыре, да, я знаю Вот в записях, все-таки, вот чувствуется в этих записях, да, что вы такой старый добрый рокер И в этих записях тоже принимают участие музыканты рок-н-ролльные, да? Как правило, нет Нет? Да Ну, если Александра Геннадьевича Гейнса можно назвать старым добрым рокером, да С натяжкой Дело в том, что нет Как правило, я пишу сам и либо вот только узких групп людей И гитарки, все-все-все прописываются Это все мы прописываем, да, это все можно сегодня Бас-гитара, ну, как правило, Саша Гейнс играет на бас-гитаре на моих альбомах Или Паша Пашкевич, блестящий музыкант А так клавишники, я еще клавиши не забыл Ну, это я помню, это я помню Вот, так что пишемся Просто время такое, что иногда не хватает, знаете, там не хватает времени на дела Как вот у меня есть такая песенка Ну, я надеюсь, мы ее послушаем А вот скажите мне, как вас барды-то приняли? Потому что я слушаю, ну, я скажу, что вы такой пограничник Вот есть такое модное сейчас слово, пограничник То есть это, ну, не бардовская песня в моем представлении, по крайней мере Однако вас принимают, более того, вы председательствуете в жюри частенько, так сказать Вот в этих фестивалях всех бардовских Как вообще? Вы знаете, я пришел в авторскую песню в 69-м году У нас во всех институтах Ленинграда были конкурсы самодеятельной песни Оттуда уже практически все вышли И Сандра Розенбаум тоже вышла из первого меда, из этих конкурсов И это была первая попытка спеть что-то на русском языке Хотя я дико боялся петь по-русски А вот как бы непарадоксально по-английски даже писал стихи И только потом понял вообще, что это было Значит, да А вот А я написал пару песен по-русски И страшно гордый тем, что занял второе место в Герцена Потому что у нас были совершенно блестящие авторы-исполнители Например, там, вице-мэр Иерусалима Лариса Герштейн Да Да, которая активно и до сих пор поет на всяких мировых фестивалях Но вот занимая такой великий пост Она у нас училась на химфаке И уже там пели великолепные песни И мы пришли в Меридиан К Канечке Яшунской И я там спел парочку старинных всяких рландских баллад 14 века И, значит, многие сказали там Ой, это не то, это не то Ну вот, да, да, я и думаю, что Да, ну, а потом выяснилось, что как-то я там прижился И я не знаю, там, сказать, кто больше кому помог Потому что Меридиан для меня сделал огромное дело Я стал писать по-русски И стал работать в этой стезе Но, с другой стороны, я думаю, что и некоторые люди из поколений Вон Мишка Бушаков, пожалуйста Да, и тоже, а он что, Барт? Да, да, да Сейчас все такие пограничники Да И, может быть, мы тоже что-то дали новое Потому что вся музыка синтетическая Хотя семь нот-то всего Ну, меня, кстати, радует Меридиан, что у них вот музыкальность Музыкальность есть Вот авторы очень многие из Меридиана приходили И я отмечаю это качество Что музыка, исполнительское искусство на высоком уровне очень Да, я вообще считаю, что и Восток, и Меридиан Такие два крыла ленинградской и санкт-петербургской песни Это совершенно уникальное и выдающееся явление Потому что пронести вот такой заряд человеческого счастья, тепла и доброты Через 50 лет фактически Ну, 40-45 Да, 47 они отмечают 47, да Это же фантастическая вещь И остаться при этом, и выживать в разные катаклизмы Да, и концерты вообще Слава Богу Причем, что еще очень приятно, что я так впечатляю себя к полустаршему поколению Значит, да, питерских бардов Но ведь и наши корифеи, они тоже сейчас постоянно выступают Сейчас есть площадки Сейчас есть возможность выступить Не потому что есть возможность заработать А потому что вот, чтобы нас помнили пока Потому что, вот знаете, вот в Германии, например Там люди немножечко чахнут И хотя у них есть тоже свои русские бардовские фестивали Но вот там человек поет, там вот там 6 человек, 7 они собираются Хотя огромные диаспоры русскоговорящие, да А в Израиле наоборот они держат И в Америке наоборот Там на побережье Калифорнии Они собираются такие, значит И ты не понимаешь, куда ты попал То ли ты попал на Валдай и Грушингу То ли ты в Санта-Монике Да А вот кто вам вообще из бардов Ну, если брать не только наши питерские авторы-исполнители Вот с точки зрения музыкальной вам нравится? Вы можете отметить? Я однозначно скажу, что я совершенно боготворю Сашу Дольского Хотя, конечно, мы друг друга знаем довольно хорошо И то, что он делал, то, что он делает Это совершенно фантастическое явление Это очень высокая поэзия Это очень высокое владение гитарой Потому что, вы понимаете, мы же, ну, не профессионалы Честно говоря, я с трудом понимаю, как можно заработать там большие деньги Выступая на сцене с авторской песней Я приведу... Ну, некоторые умудряются Умудряются, да Но вот тогда ты начинаешь очень часто петь не для себя Начинаешь петь вот то, что надо Потому что я помню, что у нас по средам в одном из питерских арт-кафе Мы делали авторскую среду Значит, у них был там и рокобили, и джаз, и латинос А вот, значит, в среду играли ребята авторскую песню И очень хорошие, очень умные руководители кафе Такие два пожилых бармена, которые поднялись на новой волне Потом сказали, вы знаете, ребята, мы прекращаем среду А мы сказали, почему? А потому что нам намекают, что тяжело вас слушать А мы говорим, почему тяжело слушать? А ответ очень простой, потому что думать надо, когда вас слушают А должна быть музычка фоновая такая, чтобы не отвлекали Да, должна быть, да, должен быть бэкграунд такой Да, 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 есть такое Песня, Юрий Я два слова скажу Я служил, у нас же не было военной кафедры в Герцена Я служил на флоте, на тральщике Вы еще послужили в армии? Да, да, я послужил в армии Ну, армия была странная, потому что я был военным переводчиком И там я когда сказал, я военный переводчик, я сказал, будешь миньером Ну, вот это наша армия, там был бы миньером, стал бы военным переводчиком Да, поэтому вот я служил на тральщике Такая вот добрая песня о тех временах Товарищ Мичман, вам письмо Сейчас спешу из Аклахомы Мы так не виделись давно Надеюсь, все здоровы дома Я ваш имейл хотел найти В ЭЧ-15-104 Но мне сказали, что таких, как я, предателей страны Давно пора мочить в сортире Товарищ Мичман Кок сказал Что летом побывал в Кронштадте Что вас с супругой повидал Что вам прибавили к зарплате Что тральщик наш покинул док В Китай пошел металлоломом Что лейтенант в Чечне погиб А боцман в мэрии сидит И управляет всем дурдомом Товарищ Мичман, мне пора Здесь все ложатся, как салаги И я засну и до утра Во сне увижу день присяги И бляхи яркие в огне И красные горки полустанки И с Новым Годом склянки бьют И подровняясь гадки поют В слезах прощания славянки Пусть туманами Балтика дышит Бьются волны о борт корабля Все, что надо, акустика слышит Все, что надо, радист передаст Спасибо огромное У нас звонок на линии Алло, мы вас слушаем Говорите, пожалуйста Добрый день, Лена, здравствуйте Алло Алло, здравствуйте, Лена Алло, алло Меня зовут Тамара Мы не слышим звонка здесь, в студии Меня зовут Тамара, здравствуйте, Юрий Юрий, скажите, пожалуйста Где можно услышать полностью ваш репертуар? Будьте добры, я попрошу режиссера Звонок в студию дать Мы не слышим его Самого сигнала Алло Не слышим звонка, к сожалению Поэтому придется нам продолжить Если у вас есть возможность, перезвоните еще раз Может быть получится у нас соединение Вот Юрий Белов в гостях в программе Барды онлайн Скажите, вы же ведь еще... Как вы находите время, я не представляю вообще Еще пишете музыку, так сказать, крупные формы одолеваете Это и музыку к телеспектаклям И сейчас вообще я заметила, что Барды как-то вот мюзиклы пишут Ну да Такая мода, что ли, пошла Это все было в прошедшем времени Это было, да? Да, это было, это то, что называется по-английски past simple Про прошедшее простое Да, потому что Когда был помоложе, было много времени И я работал в Герцена А знаете, как на филологических кафедрах Мужиков же мало тоже, как в школах Ну, это понятно Да И поэтому шли на такие факультеты, где, ну, побольше ребят И я пришел на физфак На физические факультеты И там сидели такие два волосатых парня Худущие жутко, значит Один такой светленький был Саша Гейнс А второй длинный рыжеволосый был Сережа Данилов Да, и мы с ними прошли такой очень хороший студенческий путь И в институте Герцена вместе с Сергеем Даниловым написали первую Тогда, помните, с легкой руки Называлось это зонг-оперы, да? Да, да, да Такие-таки рок-оперы хорошие Она называлась кинтервистское привидение И на весне студенческой мы ее показывали И больше того, у нас даже снимала программа «Взгляд» Это была первая российская самодеятельная рок-опера Которая снимала программу «Взгляд» И мы были чрезвычайно горды этим А потом мы даже ее в начале перестройки продали в Свердловск В кукольный театр Потому что они делали музыкальный спектакль Кинтервистское привидение Вот, и такая Да, а потом, ну как бы времени уже было Извините за московское, как бы, да Время было мало, да Но, потому что семья, ребенок Там надо было заработать на квартиру Ну, понятно Рутина заела Но вот я еще написал музыку к музыкальному фильму «Фрегат Паллада» Который тоже, да, шел Но у меня вообще была мечта написать музыку к Дням Турбиных Реальная мечта Но пока не сложилась Потому что я обожаю совершенно Белую гвардию и бег Но это такая вещь, которая, вы понимаете, с нашими рамками подходить очень сложно Потому что либо хорошо, либо никак Надо, вот А времени не хватает, потому что много часов в школе И преподаю в университете И потом хочется писать какие-то работы Там хочется писать науку какую-то прикладную двигать А потом страшно интересно работать действительно с ребятами Интересно? Очень, очень интересно Вот, кстати, вопрос такой я вам задам Раз вы непосредственно работаете с нашим поколением, общаетесь Вот вообще, какое оно, новое поколение? Ведь всегда существует проблема там отцов и детей Сейчас многие ругают, говорят, вот им не на чем расти Да, они вот, ну, не то, что там без морали и прочего Но вы, вот какое оно, наше будущее там будет? Оно разное Все говорят о некой деградации сегодняшнего поколения И о том, что они читают Ну, кто-то не читает Кто-то мало читает, кто-то много читает У меня есть совершенно уникальные ребята Которые читают там все Вплоть до там, я не знаю, на оппозитивистов и Киркегора Понимаете? Поэтому они совершенно нормальные Они живут просто в другое время У них нет потребности в получении информации Через задний двор и через проходную дверь Потому что они получают онлайн сразу же И бедные, и богатые Потому что сегодня вот так есть такая возможность И они очень страждущие Вот, вот им только нужен, понимаете, Моисей Который бы Ильянович когда водил А вот, а часто очень мы видим, что Преподавательский хлеб воспринимается, ну, вот Знаете, как цирк Я вот не люблю двух вещей Цирка и зоопарков Я не люблю животных в клетках И я не люблю детей в клетках Потому что они должны быть абсолютно морально свободны А для того, чтобы они были морально свободными Им нужен в хорошем смысле пастырь То есть человек, который бы ввел их куда-то Согласна с этим Потому что информации много А разобраться было точно Вот, совершенно да, абсолютно точно У вас есть такое увлечение фантастикой Тоже вычитала, заметила Причем такие боевые литературные Вот расскажи, что это такое Объясните Потому что фантастика для меня вообще Это жанр, который, ну, не знаю Это особая такая история Все началось с того, что я, когда был помоложе, коллекционировал значки Это была такая большая эпопея Большое хобби Космическая фалеристика Начиная Да, фалеристика Да, да Космические значки Начиная от там Звездного городка и Гагарина И кончая последними полетами нашими А потом, совершенно случайно, вот купил Когда на рынке России появились хорошие фантастические книги Я купил Дюну Да, всю эту большую, значит, вещь А потом купил Лоис Боджолд А потом купил Берроуза И как-то стал вот Не то чтобы коллекционировать Но стал с удовольствием читать Потому что, вы знаете, меня что поразило Что такая полная антагонистическая обойма переводов То есть начиная от блестящих переводов Когда ты просто понимаешь Я же, в общем, что-то пытаюсь читать и по-английски И ты видишь, что это блестящий перевод Начиная и кончая такой фантастической халтурой То есть ты понимаешь, что это просто сунули все В компьютерный переводчик, в Сократес Потом пришел ремесленник, который там за две недели Все это привел в Маламальский И как-то там в соответствии с примитивными Причесал нормами И потом ты читаешь и понимаешь И еще я убедился, что, конечно, все гении Ну, за исключением, может быть, Айза Казимова Который наш человек По корням Конечно, их представления о России Они не просто допотопные Они совершенно омебные Ну, вот, там 10 фамилий всех там космических пиратов Или командиров звездолетов Ну, можете себе представить Там Ваня Ростропович Или там Володя Держинский То есть они берут первые попавшиеся русские имена на слуху И прилипляют их к именам там космических авантюристов Ну, сразу видно, да Да, да, и ты понимаешь, что, да Вот такое, да, вот такое представление России Но это, к сожалению К счастью, может быть, это меняется Потому что я читаю американцам курс политологии В Смольном институте летом И там уже кое-кто понимает, что происходит Ну, вот, но у большинства, конечно, Какие-то, значит, девственно чистые представления России То есть до сих пор все эти, значит, медведи с кольцами в носу Шаровары, казаки Ну, может быть, еще туристы наши так портят мнение общее Ведь тоже выезжают за границу Это все по-разному себя ведут Видал я и других туристов Да, это конечно Но я тоже вот видала Иногда было за соотечественник это стыдно даже, честно скажу Ну, по-разному По-разному, да, по-разному Я очень спокойно отношусь к нашим соотечественникам Потому что средний класс, который формируется Он пока проходит вот такую киосковую финансовую основу Потому что дай бог, чтобы у женщины, которая осталась одна без мужа И сумела воспитать двух детей И дать им образование Вот через ларек, через какой-то совсем малый бизнес Ну, вот, пусть она будет средним классом по финансам А ее дети войдут в средний класс по образованию Частоте религии и здоровью Ну да, это бог Конечно Так, хотел спросить еще вот о чем Потому что меня заинтересовало У вас есть дача, да? Где дача? Да, мы купили в 92-м году Когда доллар был такой весомый Достаточно величиной В Шевелево, это 73-й километр по Выборгскому шоссе Купили там срубы И так его облагораживали очень долго Причем это было довольно хорошее садоводство Одного из питерских вузов Но в основном оно, конечно, использовалось Как подсобное хозяйство И я с удовольствием это воспринимаю И понимаю этот факт Но мы как бы, мы картошку не сажали А мы решили сделать газон И участок был такой ровный Его культиватором прошли полностью И мы там посадили 37 сосен Елочки всякие, альпийские горки И мы прошли очень три интересных фазы отношений Многих соседей То есть первая была просто открытая ненависть То есть нам говорили А чего вы картошку не сажаете? А зачем вы елки сажаете? Зачем вы землю, так сказать, не используете? А потом было некое такое сострадание христианское Когда нам бабушка приносила два огурца Со своего участка и говорила Ну, возьмите, вы же убогенькие А потом это все стерлось И мы видим, что люди стали отдыхать на дачах Потому что, ну, в общем, эту картошку можно купить И за труд, и даже за пенсию Я понимаю, что у многих пенсионеров Маленькие пенсии Но я знаю пенсионеров, у которых очень хорошие Ну, вообще есть особое удовольствие Конечно, сложно понять людей Но пока сам вот не коснешься Есть, конечно, особое удовольствие Когда ты ковыряешься в земле, выращиваешься Я обожаю Я обожаю даже, знаете, я подсадил из леса У меня есть 4 квадратных метра лесного покрова Вот это то, что... Грибы? Да, там растут грибы Серьезно? Да, там растет, значит, у нас У меня выросли, сколько? Пять первых брусничин Они цвели пустоцветами в течение 8 лет И вдруг в этом году, вот на этом, значит, под лесочке Таком выросла моя В общем, как у чеховского крыжовника Да, я просто вот так рад Нет, да, что-то замечает Тем более, опять же, внук Вот о внуке хотела спросить Про семью-то мы сегодня практически ни о чем не поговорили Не получилось так Но хотя бы про внук это Внук совершенно идеальный человек Так А родители у него такие пополам флегматики и холерики Что бывает у нас среди молодой российской интеллигенции А он совершенно невероятный такой сангвиник Он, Тимоша, он такой неплачущий сангвиник Он там разобьет колено, придет ко мне и говорит там Больно А я ему говорю, ну ты же мужчина Он говорит, я мужчина Да, и он такой вот мыслящий Да Супруга, бабушка Ему, значит, там Они уже поют всякие английские песни Вот, чем-то увлечен Да Он увлекается машинами Он уже не хочет себе Значит, там Он хотел там какую-то машинку себе Не помню какую Вот Но сейчас он уже там все На уровне ланчи идут Разбирается Вот И я с удивлением, конечно, вижу Когда папа пацану четвертый год Насколько они абсорбируют больше информации И ее с удовольствием переваривают То есть, очевидно, вот Время такое очень интересное Потому что Он рассказывает сказки наизусть Хотя, конечно, и генезис российской литературы прекрасный То есть все эти винтики, шпунтики, незнайки Это все присутствует в полной мере Но к этому ко всему там добавляются Там всякие ослики-маффины И уже всякие английские штучки Да, это приятно Приятный человек Так, у нас вот времени осталось уже буквально Буквально полторы минуты Я хотела вас спросить О том, как вы собираетесь встретить Новый год Пойдете ли в лес рубить елку Как у вас вообще семейный праздник? Елка у нас есть всегда Да? Уже срублена на все времена? Нет, у нас мы покупаем елку А покупайте Да И у нас обязательно большая елка Мы обязательно подкупаем Мы уже начали подкупать елочные игрушки То есть они такие у нас По многим поколениям У нас еще даже есть довоенные игрушечки Сохранились там парочка Хотя мама с бабушкой блокаду здесь прожили Вот Будем дома Будем дома Потом, наверное, приедет молодое поколение Поздравить Потом они Ну вот Не знаю Думаю, что он будет спать Но вот сын с невесткой Обязательно приедет Поздравить Посмотрим Во всяком случае Для меня Новый год Как для очень многих питерцев Это сугубо домашний праздник Ну я соглашусь Вы пожелаете что-нибудь Нашим телезрителям В новом 2009 году Я в наступающем Новом 2009 году Желаю вам Банальных вещей Мирного неба над головой Потому что, видите, какая вот такая У нас штуковина Там очень часто на земле происходит Чтобы никаких коллайдеров Больше не делали Значит, чтобы мы спокойно жили Да И я желаю Чтобы у ваших детей Были счастливые Здоровые Богатые родители Дай вам Бог здоровья Дорогие телезрители Я присоединяюсь к поздравлениям Я еще поздравлю вас Следующее воскресенье С Новым годом Спасибо, Юрий, огромное За то, что вы пришли Спасибо, Лена, спасибо И, кстати, приглашу вас 25 декабря, если вы свободны Наш Бардачок-2008 Ну, об этом мы еще поговорим Всего доброго Всего хорошего Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok